Это монета халифа Аль-Муктадир, она расположена в центре этого стенда. Это монета ровесница Ахмада Ибн Фадлана того периода, когда он пришел на земли Булгар и был свидетелем того знаменательного факта. 2022-й, объявленный президентом годом сохранения культурного наследия народов России, полон значимых дат. 1100 лет назад народы Волжской Булгарии приняли ислам. Это добровольное решение определило цивилизованное развитие предков татарского народа и современного Татарстана. Историческому событию в Центральном дворце культуры приурочили выставку, которая охватывает период X-XVI веков. Отталкиваясь от летописей, мы знаем, что, по сути, начиная с XI века, вот это взаимоотношение между Владимиром Сузбельским княжеством, между Волжской Булгарией, оно было крайне интенсивным. И вопросы относились как к торговле, так и к гончарному искусству, так и к военным союзам, которые были неизбежны в тот период. Выставка знакомит с материальной культурой Волжской Булгарии, оружием, украшениями, предметами быта, которые связывают два больших региона – Владимира Судзельское княжество и Волжскую Булгарию. Экспозиция – часть большого проекта «Московия. Волжская Булгария. На перекрестке путей и судеб», который инициировало Духовное управление мусульман Московской области. «Кто не знает своего прошлого, у того не будет будущего. И вот, соприкасаясь с этой многовековой историей, мы нашему будущему поколению даем очень важные уроки, чтобы мы сохранили все то, что имеем, писали книги, показывали краеведческие интересные материалы, вот как сегодня было продемонстрировано, и, конечно же, думали о развитии нашей многонациональной, многолюгиозной общины». В Щелково много лет существует татарская община, которой в 2001 году удалось построить мечеть, первую в Московской области. Это обстоятельства организаторы учли, выбирая город для первой выставки. «У нас страна многонациональная, многокроэффициентальная, 190 национальностей в нашей Российской Федерации есть. Второй народ по численности – это татары. Ее невозможно победить никогда, и мы доказывали это неоднократно, что плечом к плечу вставали и защищали нашу родину из веков к века». «На протяжении вот этих 20 лет мы, конечно, уже рады, что у нас эта мечеть существует, она первая в Московской области». От пищи духовной к традициям кулинарии. На выставке можно было попробовать свежую выпечку, приготовленную по старинным татарским рецептам. «Выпечка наша традиционная, пироги с творогом, трехслойный пирог, пурога, чернослив, лимон. Потом у нас очень вкусно идут пирожки с капустой, белеш, куриное мясо с картошкой». На Щелковской земле исторический проект поддержала администрация и местная община мусульман. Тех, кто в городском округе занимается укреплением добрососедства, получили награды. Был и концерт, в котором артисты исполняли номера на двух языках. Песни легендарного Рената Ибрагимова, заслуженные артистки республики Татарстана Эльмиры Калимулиной, дополнили то, что не могут сказать молчаливые экспонаты выставки. Добрососедство и взаимное уважение народам России были присущи всегда. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.